Добрый день! Я в прямом эфире. Сегодня поговорим про взрослость. Пока есть время, решила выйти. Небольшие организационные моменты для тех, кто в Санкт-Петербурге. И в это воскресенье в 12.00 приглашаю на мастер-класс. Психолог Елена Веревитина проводит мастер-класс. Я тоже буду. Лена в 15-й группе проходит обучение. Приходите на YouTube, есть интервью. Мы недавно записали. Надеюсь, связь хорошая. Я первый раз выхожу в эфир в новых обстоятельствах. Ещё соседи затеяли ремонт с 9-10 утра. Надеюсь, уже закончили, но посмотрим. Учимся адаптироваться к разным обстоятельствам. Итак, сегодня решила провести такой спонтанный эфир про взрослость, про взрослую позицию, про то, что любое обучение, любая терапия — это про взросление так или иначе. Понятно, внутри у нас есть детская часть, творческая часть. Мы её никуда не денем, но взрослеть придётся. Если берём мой курс, общаюсь периодически с подписчиком. И недавно был вопрос, зачитывая вопрос, «Мне нужно обучение, чтобы я могла консультировать именно по отношениям между мужчиной и женщиной, то есть семейные проблемы. У вас в обучении есть такой модуль, чтобы получить такие знания? И обучение начинается только в июле, раньше не будет?» Я отвечаю, «Добрый день! Будут вопросы задавайте. Приятно видеть коллег». Вот. Девушка задала вот такой вопрос. Я отвечаю, «Обучение в пятнадцатой группе уже идёт. Мы три недели прошли обучение, уже переходим на четвёртую неделю. Сейчас изучаем блок по учебным материалам по эмоциональной травме. В пятнадцатую группу присоединиться уже невозможно, но можно присоединиться в шестнадцатую группу. В шестнадцатой группе практика начнётся 16 июля, но после оплаты курса доступ к материалам можно получить прямо сегодня. Я буду об этом говорить и приглашать до шестнадцатого июля всех желающих. Материала много. Если вы выбираете, желаете, я рекомендую присоединяться пораньше обязательно, потому что материала очень много. Плюс после оплаты курса вы получаете доступ ко всем материалам курса. Я добавляю вас в скайп-чат, и вы можете задавать вопросы по фильмам, по киноанализам, по лекциям, по мастер-классам. То есть я каждый день на связи в скайп-чате. То есть обучение в шестнадцатой группе можно начать пораньше. Но да, практика начнётся официально только 16 июля, и больше в этом году запусков не будет. Поэтому планируйте своё время. Так, вопрос про семейное консультирование я сказала. Внизу в Ютубе также будет ссылка на подробную учебную программу курса. Вы можете полистать. Это для меня про взрослую позицию. Прежде чем задавать вопрос, вы сначала посмотрите четыре урока курса, они обновлённые. Вы сначала полистайте. Возможно, вы уже найдёте ответы на свои вопросы. Именно модуль по семейному консультированию у меня нет, но у меня база-фундамент. Полистайте подробную программу курса. Включите, пожалуйста, взрослую позицию. Дальше. Девушка мне написала, я только зашла на вашу страничку. Это действительно так? Это правда так? Я полистала переписку и увидела, что мы с вами общались 7 месяцев назад. То есть, ну, это какое-то искажённое восприятие. То есть, со мной вы знакомы не в первый раз. Ну, есть бессознательные сценарии. Будут вопросы задавайте. Сейчас отвечаю на вопрос. Вот девушка мне написала, 7 месяцев назад в первый раз сейчас стоимость курса повысилась. Она не будет меняться в ближайшие 5 лет. Но мы с вами общались, когда стоимость курса вот 7 месяцев назад была другая. Возможно, это вас смущает. Может быть, на меня злость. Но обстоятельства такие. Дальше вы спрашивали стоимость. Стоимость сейчас 100 тысяч. Она фиксирована на ближайшие 5 лет. Скоро буду запускать кураторство. Там немножко не кураторство, а наставничество. Но это для предпринимателей, для психологов, кто хотя бы 50-100 тысяч в месяц уже зарабатывает, кто работает, наставничество будет или 200, или 300 тысяч стоит. Я заранее всё объявлю. Но там будет прям отбор. Если вы психолог, но вы ещё ничего не зарабатываете и не работаете с клиентами, доступ в наставничество будет отказан. Ну и, скорее всего, у вас и нет возможности заплатить за наставничество. Вот. Ну это так, на будущее я говорю про наставничество. Будет. Что ещё? Про кураторство. Именно на курсе «Стань психологом-коучем» за 10 недель. Кураторов пока нет. Я сама курирую. Каждый день я на связи в скайп-чате. Также два раза в неделю практика идёт по два часа два раза в неделю. И четыре урока курса, обновлённые, можно получить. Добрый день. Будут вопросы, задавайте. Вижу знакомые лица. Спасибо большое за лайки, за сердечки. Самолично всё смотрю. Очень приятно. Будут вопросы, ко мне задавайте. Запись эфира будет. И я отвечаю на вопрос девушки, которая задала мне вопрос и решила эфир так назвать, про взрослость, что терапия — это про взросление. Спасибо за лайки. В курс школы я добавила блок не по семейной терапии, а про системные законы как отдельный инструмент в работе профессионального психолога-коуча. Вот это я добавила. Также, как сказать, если человек хочет именно консультировать семью, надо пройти отдельное обучение. Есть курсы повышения квалификации, годовые, очно-заочные. Надо поискать и пройти. Я как пройду, добавлю блок, но пока в школе отдельный блок я по этому обучению не добавляла. Я знаю о том, что если человек хочет консультировать семью, именно лучше пройти отдельное обучение, получить узкую эту специализацию. У меня в школе фундамент. Как консультировать семью? Обязательно вы будете работать в паре. Если вы работаете с классической семьёй, мужчина-женщина, вот вы женщина, вы мне задавали вопрос, вы будете работать с котерапевтом. То есть обязательно в семейной терапии есть такой подход. Если семья нетрадиционная, есть разные пары, где две женщины, двое мужчин. Мужчины, тогда должны быть терапевты, две женщины, двое мужчин. Если мы берём традиционную систему, мужчина-женщина, тогда это терапевт-женщина и мужчина. Это обязательно. То есть если вы собираетесь консультировать семью в таком направлении, думайте, с кем будете работать в паре. Я вот в институте Матон повышаю квалификацию. У нас на занятии было два терапевта несколько дней. То есть и мужчина, и женщина. Тоже такой формат групповой семейной терапии, можно так сказать. Вот поизучайте этот вопрос. Но что на вскидку я могу ответить? Есть отношения, а есть взаимоотношения. Это разное. Что ещё? И есть такое понятие, как упущенные возможности. Вот девушка мне писала 7 месяцев назад. Сейчас пишет. Но это игра, это моя гипотеза, это манипуляция. Я, она не готова приходить. Ну окей, это выбор, я уважаю этот выбор. Но я честно сказала, что вам пока рано. Откровенно буду говорить в эфире, как детский сад. Ну куда вы собираетесь? Есть детский сад, есть образование для умственно отсталых. Это другие программы. У меня программа для взрослых. Возможно, сейчас я конфронтирую, даю интервенцию. Может быть, будут подниматься непростые чувства у девушки, которая будет смотреть эфир. Но это для вашего блага, чтобы вы понимали свои возможности, что вы неумственно отсталый человек, и вам как-то надо взрослеть. Ещё должна быть готовность, прежде чем мы идём на курс. Вот представьте, олимпийский чемпион. По фигурному катанию ребёнка привели. Или взрослый человек хочет стать олимпийским чемпионом в чём-то. Он приходит к тренеру и начинает задавать вопросы. Это как? А почему я это упражнение должен сделать? А почему это? Если вы пришли, вы должны довериться и делать всё, что говорит тренер. Должна быть готовность. А если вы на тренировке будете сопротивляться, бороться с тренером, но совместной работы не получится, значит, вам пока рано. Я привожу такую аналогию. То есть девушка мне писала, я поняла, что она не готова именно ко мне идти. Но надо смотреть правде в глаза. И девушка, во-первых, на страничке не написано ни имени, ни фамилии, никаких нет постов. Ну, какой-то странный аккаунт мне пишет, как будто это признак того, что нарушены социальные связи. Это признак травмированной психики. Я могу ошибаться, но у меня гипотезы такие. Вот девушка пишет, я только зашла на вашу страничку, перелистайте нашу переписку, мы общались 7 месяцев назад. Ну, правда ли это так? Или вы что-то путаете? Есть 4 урока курса абсолютно бесплатно, вы можете получить, они обновлённые. Но как будто бы у вас есть паттерн, мне всё недостаточно, мне мало. Как будто я мало даю в бесплатном режиме, и как будто ко мне претензии дайте ещё, ещё. И только потом я оплачу и приду на курс когда-нибудь через тысячу лет. Я извиняюсь, но я вот так утрирую. Напоминаю, любая терапия — это про взросление. Если брать курс моей школы, мы идём вместе, а не вместо, то есть тащить на себе я вас не буду. Это образование, обучение для взрослых. Вы хотите стать психологом по отношениям, но сначала вам самой надо научиться быть во взаимоотношениях с другими людьми. Пока я не увидела, что вы к этому готовы, даже через общение со мной. Я вижу, что у вас у самой сложности пока. Но это нормально. Каждый психолог своей точки. Ну и, возможно, я говорю неприятные вещи, но для вашего блага, обращаясь к вашей взрослой позиции, дальше есть проявленность, что я даю миру. Ребёнок, он всё берёт, молоко мамы. Дайте, дайте, дайте. Так и вы. Дайте, дайте, дайте. Я уже всё дала, что могу. И продолжаю давать бесплатно. Берите, пользуйтесь и взрослейте. На вашей страничке нет. Вы ничего людям не даёте. Ни постов, ни видео, ни эфиров. Но это детская позиция. Я как будто вы миру не доверяете. У вас страничка закрыта. Даже не написано ни имени, ни фамилии. Вы как пустой лист для мира. А как вы хотите получать деньги, радость, удовольствие, если вы миру не готовы ничего давать? Ну, подумайте об этом. Дальше. Ну, важно признавать ответственность. Есть вселенная в свободной воле. Да, вы можете так прожить свою жизнь. Вы можете мне 10 лет писать, а когда на курс, а возможно сейчас, а есть ли у вас этот мастер-класс, а есть ли этот, и может быть, я когда-нибудь через тысячу лет приду. Ну, конечно, осознанно, Нась, это важно от всего получать, ничего не исключать. Я уважаю выбор девушки, которая приняла решение писать мне смс-ки раз в 7 месяцев и не приходить на курс. Окей. Но зато благодаря этому общению я провожу эфир. Это выбор. Я с уважением. Уважаю вас выбор. Ваш выбор не проявляться, не раскрывать свои таланты, не раскрывать свой потенциал и иметь финансовую нужду. Вы можете выбрать так жить, и никто этот выбор у вас не имеет права забрать, и я в том числе. Я говорила про три уровня подготовки специалиста, ремесленник, мастер и искусник. В Ютубе есть видео, можно посмотреть, к чему я это говорю. Конечно, стоимость наших услуг, как психолога, она постоянно растёт. Если брать эту девушку, 7 месяцев назад была одна стоимость курса, сейчас она другая. И, может быть, иллюзия, фантазия, как будто бы я кому-то отомстила, что кто-то не пришёл на курс. А что, если это ни с кем не связано? Это просто связано с тем, что мои навыки, они просто увеличились. Курс школы постоянно обновляется. Я вкладываю время, энергию, деньги в себя, в свой проект. И, конечно, стоимость увеличилась. 100 тысяч курс стоит, но я понимаю, что для психики важна стабильность. Поэтому курс школы не будет меняться в ближайшие 5 лет. То есть 100 тысяч — это зафиксированная стоимость. будут вопросы задавать. Запись эфира будет. Будет я отвечаю на вопрос девушки. Мы с девушкой пообщались. Какие у меня выводы? У девушки нет ни видео, ни фото, ни имени. О чём это для меня? Это признак десоциализации. То есть идёт разрыв связей с обществом, признак психического расстройства, что есть нарушение социальных отношений. Ну, тут можно ещё подумать, в какой точке девушка находится, в шизоидной позиции или в параноидной. То есть в шизоидной, когда мы изолировались от мира, в параноидной, когда нам кажется, что везде враги. Вот моя гипотеза на вскидку. Эта девушка находится в шизоидной позиции, изолируется от мира и, возможно, находится в депрессии, где есть подавленная реакция, эмоции, потребности. То есть идёт десоциализация. Ну, либо, может быть, мания — это тоже неадекватное восприятие реальности. И, возможно, есть какие-то пробелы, разрывы в психике. И ещё моя гипотеза — может быть, мама хотела сделать аборт. И вот это состояние недоверия, ужаса. Ну, поэтому девушка боится даже свою фотографию добавить в Инстаграм, выйти в видео, представиться при общении с другими людьми, хотя бы представиться, как её зовут. Ну, такие мои гипотезы. Про курс школы. У меня студенты трудящиеся. То есть есть такое понятие — клиент, пациент и трудящийся. Павел, добрый день. Эфир провожу. Итак, про клиента, пациента и трудящегося. Если мы смотрим на человека как на клиента, как будто бы нам надо постоянно услужливо себя вести. На пациента, как будто бы человек постоянно больной, да? А трудящийся, с человеком всё в порядке, и чтобы он был самостоятельный, адаптивный, ему надо трудиться. То есть вместе, а не вместо. Ответственность 50 на 50, чтобы сделать хорошее общее дело, есть позиция вместе. То есть на курсе у меня студенты трудящиеся. Я никого за собой не тащу. Есть то, что делает студент, есть то, что делаю я. И только вместе можно сделать какое-то совместное дело. Подумайте об этом, поразмышляйте. Сегодня такой энергичный эфир. Возможно, затригерит многих. Но не цели понравиться. Есть цель принести пользу. Про воскресенье. Кто в Санкт-Петербурге? Напоминаю, мы можем лично увидеться на мастер-классе. Там стоимость комфортная. Надо место забронировать, написать ление. Стоимость мастер-класса 1300. В Ютубе есть эфир. Подробнее про мастер-класс вы можете узнать. Написать ление. Давайте увидимся. Кто в Санкт-Петербурге? Я тоже буду на мастер-классе. Мне интересно. Нейрографика, ароматерапия. Я тоже приду. Про 16-ю группу присоединиться можно прямо сегодня. После оплаты курса. И получите доступ ко всему материалу курса. И уже мы будем с вами каждый день в скайп-чате. Я буду отвечать подробно на ваши вопросы, размышления, комментарии. Сама практика в 16-й группе начнется 16 июля. Надеюсь, я ответила на вопрос девушки. К сожалению, не знаю, как вас зовут. Возможно, были активные с моей стороны методы конфронтации, интервизии. Но это для вашего блага, чтобы вы понимали реально свою точку А. Я могу, конечно, ошибаться. Но 80%, скорее всего, я не ошибаюсь. Также всем подписчикам желаю получить пользу свои какие-то важные, нужные осознания. Рада видеть осознанную аудиторию в школе. Будут вопросы, размышления, комментарии. Пишите, пожалуйста, в Ютубе, в Инстаграме. И до новых встреч!